Центральная городская библиотека Курская библиотека Целью битвы было сорвать крупное наступление сил Вермахта и разгромить его стратегическую группировку. Вермахт решил провести стратегическую операцию на Курском выступе. Для этого в 1943 году разработали военную операцию под кодовым названием «Цитадель». Советские войска перешли к обороне Курской дуге и в ходе оборонительного сражения должны были остановить группировки фашистов для перехода войск в контнаступление, которое затем перешло бы в общее стратегическое наступление. Огромную роль в победе Германии сыграла советская разведка, которая смогла узнать о так называемой операции «Цитадель». 12 апреля 1943 года руководство Кремля получило документ, в котором содержалась полная информация об операции, дата ее проведения, тактика и стратегия германской армии. Некоторые историки считают, что всю информацию об операции «Цитадель» в Москву передал один из самых известных разведчиков периода Великой Отечественной войны – Рудольф Рёстлер, который на тот момент находился в Швейцарии и передал информацию через своих агентов. Кроме того, существенную поддержку СССР оказали британские агенты, не завербованные Советским Союзом. В ходе программы «Ультра» британской разведке удалось взломать немецкую шифровальную машину «Лоренц», по которой передавались сообщения между членами высшего руководства Третьего Рейха. Таким образом, Советский Союз знал обо всех деталях наступательной операции «Цитадель» и получил возможность к ней подготовиться. Подготовка к сражению. В начале 1943 года немецкой и советской армиями проводились наступательные действия, которые привели к образованию выступа в центре Советско-Немецкого фронта, достигшего в глубину 150 км и шириной 200 км. Этот выступ и получил название «Курская дуга». В апреле обеим сторонам стало понятно, что скоро за этот выступ начнется одно из ключевых сражений, способное решить исход войны на Восточном фронте. Победа под Курском стала бы для Советского Союза возможностью закрепить инициативу после победы под Сталинградом, а потому к подготовке операции отнеслись с ранее невиданной серьезностью. У Сталина было численное преимущество в пехоте, танках, орудиях и авиации. Советское командование оказалось перед ним левой – наступать или обороняться. В ходе операции «Цитадель» немцы решили нанести сходящие удары с севера в районе города Орел и с юга в районе города Белгород, чтобы уничтожить советскую оборону и объединиться в районе города Курск, таким образом взяв полное окружение войска Воронежского и Центрального фронтов. Кроме этого, немецкие танковые части должны были развернуться в восточном направлении, в поселку Прохоровка, и уничтожить бронетанковые резервы Красной Армии, чтобы к ним не смогли прийти на помощь основные силы и не помогли выбраться из окружения. Такие танковые фланговые атаки немцев работали на протяжении четырех лет. Пользуясь такой тактикой, они смогли завоевать практически всю Европу и нанести множество сокрушительных поражений Красной Армии в 1941-1942 годах. Главнокомандующими войсками вермахта были генерал-фельдмаршал фон Клюге, группа армий Центр, и генерал-фельдмаршал Манштейн, группа армий Юг. Ударными силами командовал генерал-фельдмаршал Модель. Четвертой танковой армией и оперативной группой Кэмпф командовал генерал Герман Готт. В германском штабе не было единой стратегии на лето 1943 года. Генералы, включая Манштейна, были против наступления в данный момент. Гитлер, вопреки мнению Манштейна, согласился начать наступление в начале июля 1943 года. Накануне немецкая армия получила долгожданные танковые резервы. Более ста тяжелых танков «Тигр», почти 200 средних танков «Пантера», впервые были задействованы на Курской битве, и не менее ста противотанковых самоходных артиллерийских установок «Фердинанд» или «Элефант Слон». Всего Манштейн и Клюге получили в свое распоряжение около 350 новых танков. Противник сосредоточил Восточную Украину на территории Белоруссии и России 50 дивизий общей численностью 900 тысяч человек. Из них 18 дивизий были танковыми и моторизированными. В составе 2-й танковой армии во время Курской битвы были элитные танковые части «Панцерваффе», включая 1-ю танковую дивизию СС «Адольф Гитлер», 2-ю танковую дивизию СС «Дасрайх» и знаменитую 3-ю танковую дивизию «Тотенкопф», она же «Мертвая голова». Количество самолетов для поддержки пехоты и танков у немцев было скромное – около 2500 тысяч единиц. В числе орудий и минометов немецкая армия уступала советской более чем в два раза. Советское командование осознало свои ошибки в проведении оборонительных операций в 1941-1942 годах. Зная, как и когда немцы будут наступать, советские солдаты подготовили до их встречи оборонительные укрепления и обустроили минные поля. Таким образом, была построена мощная оборонительная линия, способная удержать массивное наступление немецких бронетанковых войск. Согласно планам командования, Красная армия должна была измотать врага оборонительными боями, после чего начать контрнаступление в самый невыгодный для противника момент. Курскую битву 1943 года делят на три этапа, которые включают оборонительные и наступательные операции. Это Курская оборонительная операция с 5 по 23 июля, Орловская с 12 июля по 18 августа и Белгородско-Харьковская с 3 по 23 августа наступательные. Орловская и Белгородско-Харьковская уже наступательные. И они состоят еще из нескольких стратегических военных операций. Командующий со стороны Советского Союза Центральным фронтом был назначен один из самых талантливых и результативных генералов армии Константин Рокоссовский. Его войска взяли на себя задачу оборонять северный фас Курского выступа. Командующим Воронежским фронтом на Курской дуге был уроженец Воронежской области генерал армии Николай Ватутин, на плечи которого легла задача оборонять южный фас выступа. Координацией действий Красной армии занимались маршалы Георгий Жуков и Александр Васильевский. Маршал Васильевский в книге «Дело всей жизни» писал «Казалось, для организации нашего наступления мы сделали все, однако вскоре в намеченной ставкой план летнего наступления, предусматривавшей нанесение главного удара на юго-западном направлении, были внесены существенные поправки. Советской военной разведке удалось своевременно вскрыть подготовку гитлерской армии к крупному наступлению на Курской дуге и даже установить его дату». 5 июля в 6 часов утра началась наступательная операция немецких войск. К этому времени советская армия потянула огромное количество артиллерии к фронту, чтобы дать ответную артподготовку, которой немцы ожидать не могли. Наступление должно было пройти сразу с северного и южного фаса. Перед танковой атакой немцы провели масштабные воздушные бомбардировки, на что советская армия ответила тем же. В этот же час на северном фасе началось наступление. Немцы атаковали немного западнее черкасского направления. Первые танковые атаки закончились для немцев провалом. Прочная оборона привела к большим потерям в немецких пронятковых частях. И все же врагу удалось пробиться вглубь на 10 километров. На южном фасе наступление началось в 3 часа утра. У немцев не получалось прорвать оборону советских войск, так как те были тщательно подготовлены к бою. Даже элитные танковые дивизии вермахта едва продвинулись вперед. Как только стало ясно, что на северном и южном фасе силам Германии не прорваться, командование решило, что нужно ударить в Рохоровском направлении. Танковое сражение в ходе оборонительной операции на Курской дуге произошло 12 июля 1943 года. Атаки противника на Прохоровку начались сразу с западного и южного направлений. Четыре танковые дивизии наступали на западе, и еще около 300 танков направлялись с юга. Бой начался рано утром, и советские войска получили преимущество, так как восходящее солнце светило немцам прямо в смотровые приборы танков. Боевые порядки сторон довольно быстро смешались, и уже через несколько часов после начала сражения трудно было разобрать, где чьи танки. Трудно ответить, сколько танков участвовало с обеих сторон, так как данные из различных источников отличаются. Если брать средние данные, то количество танков СССР достигло 1 тысячи машин, тогда как у немцев их было около 700 танков. Немцы оказались в весьма трудном положении, так как основная сила их танков заключалась в дальнобойных орудиях, которые в условиях ближнего боя были бесполезны, а сами танки очень медлительные. Тогда как в этой ситуации многое решала маневренность. Вторая и третья противотанковая армия немцев потерпели поражение под Курском. Русские танки, напротив, получили преимущество, так как у них появился шанс выцеливать уязвимые места тяжело бронированных немецких танков, да и сами они были очень маневренны. В особенности это касается знаменитых танков Т-34. Однако немцы все же дали серьезный отпор со своих противотанковых орудий, которые подорвали боевой дух русских танкистов. Огонь был настолько плотным, что солдаты и танки не успевали и не могли формировать порядки. Потери танков с обеих сторон во время сражения под Прохоровкой в ходе Курской оборонительной операции выглядели следующим образом. Около 250 советских танков, 70 немецких. Участвовавшие в сражении под Прохоровкой немецкие танки были практически полностью выведены из строя, уничтожены или попали в руки врага. Авиация в Курской дуге играла едва ли не ключевую роль и потери самолетов составили около 4 тысяч единиц с двух сторон примерно поровну. Эффективность советских самолетов на этом этапе войны нисколько не уступала немецким, тогда как в начале боевых действий ситуация была кардинально противоположной. В живой силе советская армия потеряла в 5 раз больше, чем немецко-фашистская. Огромное количество немецких солдат было ранено, как и уничтожены танковые войска, что значительно подорвало боевое могущество вермахта на Восточном фронте. В ходе Курского сражения советские войска потеряли 863 с лишним тысячи человек, в том числе 254 с половиной убитыми, 6064 танка и самоходных артиллерийских установок, 5244 орудия и миномета, 1626 боевых самолетов. Потери вермахта составили, по советским данным, около полумиллиона человек, полутора тысяч танков, трех тысяч орудий и минометов, трех тысяч семисот самолетов. В результате оборонительной операции советские войска вышли на линию, которую занимали до немецкого наступления, начавшегося 5 июля. 13-23 июля немцы еще пытаются проводить наступательные атаки, которые заканчиваются провалом. 23 июля противник полностью исчерпал свой наступательный потенциал и решил перейти к обороне. После того, как немцы истощили свои наступательные возможности, началось контрнаступление Красной Армии на Курской дуге. Следующие важные сражения произошли под Орлом и Харьковом. Наступательные операции получили название Кутузов и Румянцев. Наступательная операция Кутузов началась еще 12 июля 43-го года в районе города Орел, где советским войскам противостояли две немецкие армии. В результате кровополитных сражений немцы не смогли удержать плацдарм. 26 июля они отступили. Уже 5 августа силами Красной Армии были освобождены город Орел. Именно 5 августа 43-го года впервые за все время военных действий с Германией в столице СССР произошел небольшой парад с салютом. Таким образом, можно студить, что освобождение Орла было крайне важной задачей для Красной Армии, с которой она успешно справилась. Следующее основное событие Курской битвы во время ее наступательного этапа началось 3 августа 43-го года на южном фасе Дуги. Как уже говорилось, это стратегическое наступление получило название Румянцев. Операция проводилась силами Воронежского и Степного фронтов. Спустя два дня после начала операции 5 августа был освобожден от нацистов город Белгород. Еще через два дня силы Красной Армии освободили город Богодухов. В ходе наступления 11 августа советским солдатам удалось перерезать железнодорожную линию сообщения немцев Харьков-Полтава. Несмотря на все контратаки немецкой армии, силы Красной Армии продолжали наступать. В результате ожесточенных боев 23 августа был отбит город Харьков. Битва за Курскую дугу уже на этот момент была выиграна советскими войсками. Это понимало и немецкое командование, однако Гитлер дал четкий приказ стоять до последнего. Курская битва 1943 года, а затем и битва за Днепр, окончательно закрепили инициативу на Восточном фронте за СССР. Больше никто не сомневался, что победа в Великой Отечественной войне будет за Советским Союзом. Это понимали и союзники Германии, которые начали постепенно бросать немцев, оставляя Рейху все меньше шансов. Многие историки считают, что немаловажное значение в победе над немцами в ходе Курской битвы сыграло наступление союзников на острове Сицилия, который в тот момент был оккупирован в основном итальянскими фашистскими войсками. Успехи СССР на Восточном фронте, а также поражение фашистских Итало-немецких войск в Северной Африке дали возможность развернуться американцам и британцам в Западной Европе. После столь сокрушительного поражения Германии лидер фашистской Италии Бенетто Муссолини разорвал соглашение с Германией и вышел из войны. Таким образом, Гитлер потерял своего верного союзника. В отчете президенту Соединенных Штатов Америки написанному в августе 43-го года было сказано, что Советский Союз теперь занимает доминирующее положение во Второй мировой войне. США сильно беспокоилась по поводу успехов русских на Восточном фронте. Президент Розвельд говорил, что если СССР и дальше будет преследовать такой успех, открытие во Второго фронта станет ненужным и США не сможет затем повлиять на судьбу Европы без выгоды для себя. Следовательно, открытие во Второго фронта должно последовать как можно скорее, пока помощь США еще требовалась. Провал операции «Цитадель» повлек за собой срыв в дальнейших стратегических наступательных операциях в Бермахте, которые уже были подготовлены к исполнению. Победа фашистов под Курском позволила бы развить наступление на Ленинград, а после немцы отправились бы оккупировать Швецию. Советские солдаты под Курском проявили необыкновенный героизм. Их подвиги были отмечены даже за границей, в особенности американскими и британскими изданиями. Героизм Красной Армии также отметили как советские маршалы Жуков и Василевский, так и немецкие генералы. Георгий Константинович Жуков писал «Битва в районе Курска, Орла и Белгорода является одним из величайших сражений Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Здесь были не только разгромлены отборные и самые мощные группировки немцев, но и безвозвратно подорвана немецкая армия и народе вера в гитлеровское фашистское руководство и в способность Германии противостоять всевозрастающему могуществу Советского Союза. Фельдмаршал Эрих фон Манштейн считался лучшим военачальником Рейха. Он разрабатывал операцию «Цитадель» и проводил ее. Вот цитата из книги «Утерянные победы» о битве на Корской дуге. «Она была последней попыткой сохранить нашу инициативу на Востоке. С ее неудачи, разумназначенной провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. Поэтому операция «Цитадель» является решающим поворотным пунктом в войне на Восточном фронте». Несколько сотен тысяч солдат получили награды за участие в Курской битве. Фрагмент книги воспоминаний Альберта Шпера, рейхсминистра вооружения и военного производства, гласит «Наступление началось 5 июля, но, несмотря на широкое применение новейшей боевой техники, нам так и не удалось срезать Курский выступ и взять в кольцо советские войска». Излишняя самоуверенность в очередной раз подвела Гитлера. И после двух недель ожесточенных боев он был вынужден признать тщетность своих надежд. Неудачный исход битвы под Курском означал, что отныне Советский Союз завладел стратегической инициативой даже благоприятное для нас время года. Курская битва по праву считается одной из ключевых сражений не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой. Если бы не подвиги советских солдат в ходе сражения, немцы смогли бы перехватить инициативу на Восточном фронте и возобновить наступление, вновь двинуться на Москву и Ленинград. В ходе сражения Красная армия разбила большинство боеспособных частей вермахта на Восточном фронте, и тот утратил возможность задействовать свежие резервы, так как они были уже истощены. Победа в Курской битве дала возможность развернуть по плану летне-осенней кампании широкое наступление, освободив при этом значительную территорию. В память о павших в крупном танковом сражении 12 июля 1943 года и к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне в мае 1995 года был открыт памятник Победы «Звонница на Прохоровском поле» основной памятник мемориального комплекса Прохоровское поле, расположенный в двух километрах от окраины поселка Прохоровка Белгородской области на высоте 252 метра. Тогда же был сооружен на народные средства и освящен храм Петра и Павла. Храм является объектом культурного наследия народов Российской Федерации и входит в музей-заповедник Прохоровское поле. Он действующий. День Победы под Курском 23 августа навсегда стал днем воинской славы России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова